Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Сделано в Беларуси. На совещании у президента обсудили судьбу белорусского аиста. Это бренды, лучшие бренды нашей страны. В этом ряду и мотовелозавод. Что ждет производство в ближайшее время? Путь развития. В городе подвели итоги Всебелорусского народного собрания. Все, что делается, все, что будет делаться, это зависит от нас. Какие темы звучали на пресс-конференции? Делать добро просто. Бавруйский детский дом навестили спонсоры компании Доброном. Каждый наш ребенок хочет иметь те же блага, которыми располагают дети в обычных семьях. Что подарили малышам. А также плюс к цене – диктант для всей страны и, внимание, работает техника. ГАИ призывает водителей не оставлять свои авто вдоль дорог. Чем это может быть чревато? Александр Лукашенко потребовал определить четкие перспективы развития мотовелозавода. У президента прошло совещание по вопросам отечественной мотовелотехники. Глава государства отметил, доля белорусских велосипедов на внутреннем рынке составляет не более 20%. Кроме того, проседает и экспорт. Александр Лукашенко поручил участникам совещания выработать стратегию развития предприятия. Это должен быть четко просчитанный бизнес-план, который ориентирован строго на запросы потребителей. Я хочу, чтобы вы понимали, когда я говорю о МАЗе, БелАЗе, МТЗ, ГОМСЕЛЬМАШе и так далее, я говорю о том, что это лицо нашей страны, страны машиностроительной. Это бренды, лучшие бренды нашей страны. В этом ряду и мотовелозавод. Поэтому нельзя его потерять. Ну и потом, опять же, с Белорусского народного собрания, мы же договорились, что лучше развивать те направления, где мы имеем какие-то компетенции. Но у нас есть немало хороших специалистов, которые умеют делать велосипеды. Ну так давайте это направление будем развивать. Сегодня завод занимается сборкой из готовых комплектующих. Тем временем мировой рынок велотехники ежегодно прирастает на 9%. Спрос на велосипеды растет. Важно не упустить такую возможность, подчеркнул глава государства. По следам Всебелорусского народного собрания, политический форум завершил свою работу в конце прошлой недели. Делегаты вернулись на рабочие места. Теперь их миссия – рассказать трудовым коллективам, как будем жить дальше. Сильные регионы, счастливая семья, союзное государство и патриотическое воспитание – важных тем много. Накануне прошла встреча мэра Александра Студнева с представителями бобруйских СМИ. Максим Кембель продолжит тему. Единство развития – независимость. Три кита, на которых в ближайшие пять лет будет операция белорусское государство. Порядка трех тысяч делегатов на прошлой неделе в Минске обсуждали, дискутировали, предлагали идеи по решению тех проблем, которые напрямую волнуют людей. Бобруйск представили 45 человек, в их числе и мэр Александр Студнев. Пресс-конференция председателя гор-исполкома. Отличная возможность получить ответы на главные вопросы. На большой разговор пригласили медиахолдинг «Бобруйское житё», газеты «Коммерческий курьер», «Шинник» и «Вечерний Бобруйск». Первый вопрос – о программе социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. Александр Студнев отметил, документ охватывает все сферы жизни – образование, медицину, спорт и промышленность. Но здесь нельзя останавливаться только и говорить про программу. В любом случае, всё, что делается, всё, что будет делаться, это зависит от нас. От тех людей, которые будут относиться добросовестно к своей работе, к тем поставленным задачам и целям, к которым они будут стремиться. И, наверное, в первую очередь, именно от человека, который стоит по голове решения этих задач и вопросов. Следующим стал демографический вопрос. Приоритет – счастливая семья. И здесь будут рассматривать целый комплекс инструментов по стимулированию рождаемости и укреплению Института традиционных отношений. Продолжит развитие программа семейного капитала, которая уже подтвердила свою эффективность. Все пункты официально закреплены в документе. Будет уделено особое внимание многодетным семьям. Это уже касается и при рождении и второго, и третьего, и последующих детей. Ну, жилье, конечно. Ну, жилье – это, наверное, в основе всего этого. Это как стимулятор решения жилищных вопросов для многодетных семей. Ну и, конечно, кредиты под строительство жилья для многодетных семей. Хочу сказать, что за 2020 год 359 многодетных семей в городе тоже улучшили свои жилищные условия. Это тоже хороший показатель. Коронавирус тоже не обошли стороной, глава города отметил. Самое главное, что медики научились не просто бороться с болезнью, но и побеждать ее. И в дальнейшем развитию сферы здравоохранения будет уделяться огромное внимание. Развитие инфраструктуры, создание комфортных условий для проживания граждан будет стоять в главе всех наших задач и целей. Отдельно остановились и на промышленных гигантах города. В частности, зао тракторных деталей и агрегатов ждет модернизация. Звучали вопросы о поддержке малого и среднего бизнеса. Максим Кембель, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Диктант по родной мове, литературное событие года и холодный февраль. Зима не намерена сбавлять обороты, чего ждать в ближайшие сутки. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси подорожало автомобильное топливо. С сегодняшнего дня цены выросли на одну копейку. Теперь литр 92-го обойдется в рубль 73. 95-е дизельное топливо стоит рубль 83. За 98-й придется отдать 2 рубля 5 копеек за литр. Белорусов приглашают принять участие в республиканском диктанте по родному языку в эту пятницу. Приурочен он к международному празднику с тем же названием, который отмечается 21 февраля. Попробовать свои силы можно в Центральной научной библиотеке имени Якуба Колоса, а также в формате онлайн. Необходимо лишь пройти регистрацию. Минск готовится к открытию международной книжной выставки-ярмарки. Фестиваль пройдет в белорусской столице уже в 28-й раз. Его посвятят 30-летию создания СНГ. Гостей ждут десятки тематических локаций, многочисленные встречи с писателями и презентации тысяч издательских новинок. Всего более 100 мероприятий. Участие примут писатели с 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Посетить выставку может любой желающий с 18 по 21 февраля. Слабые туманы гололедицы ожидаются в Беларуси в ближайшие сутки. В среду будет переменная облачность местами по стране, а ночью во многих районах Витебской и Могилевской областей пройдет небольшой кратковременный снег. Скорость ветра 2,7 метра в секунду. Ночью от 10 до 20 со знаком минус. Днем 2,10 градусов мороза. Внимание автомобилисты. 17 февраля будут проводиться работы по уборке снега с проезжих частей улиц города. К ним относятся Гагарина, 50 лет ВЛКСМ, Гоголя, Ульяновская, Бахрово. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть осторожными и соблюдать меры безопасности, не оставляя свои транспортные средства на проезжей части. Спецтехника работает в сопровождении ГАИ. В Беларуси выздоровели выписаны 260 тысяч 57 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 270 тысяч 921 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 миллиона 698 тысяч 244 исследования. Такие данные приводит Минздрав. В национальном аэропорту Минск начали тестирование на COVID-19 с методом ПЦР. Стоимость анализа для беларусов составляет без малого 40 рублей. Для иностранных граждан 57,5. Время выполнения исследования 2,5 часа. Подарков много не бывает. В Бабрусский детский дом заглянули представители торговой сети Доброном. Кроме нужных презентов, благотворители привезли и сертификат на крупную сумму. О доброй акции и лепти покупателей далее. У детского дома на Пушкино-234 припарковался микроавтобус с подарками. Внутри подгузники, стиральный порошок, магниты и альбомы с рекламной продукцией. По родову детишек приехали представители компании Доброном. Повод – завершение благотворительной акции под символичным названием «Добрики». В движении приняли участие миллионы беларусов. Свою лепту внесли покупатели магазинов «Копеечка». Стартовала акция 27 ноября. Продлилась она до середины января. Товары-спонсоры наши покупатели приобретали, выделены специальными наценниками, стоперами. И часть средств уходила на определенный счет благотворительный. И в данный момент мы собрали 68 тысяч по всей республике. Все магазины были задействованы. И эти 68 тысяч разделили на 6 регионов по Беларуси. На своем опыте мы показали, что совместно с нашими покупателями мы смогли собрать достаточно большую сумму и помочь нашему бабушскому детскому дому. Завод «Доброном» выражает огромную благодарность своим покупателям за непосредственный вклад в нашу акцию. Подарочный сертификат на 11 400 рублей вручают директору детского дома. Благодаря столь значимому презенту, признается Марина Шарко, у старшеклассников появятся ноутбуки, планшеты и другая техника, без которой теперь уже не обойтись в учебе. Но для малышей самое время раскрыть коробки и посмотреть, что же там внутри. Конечно же, мы очень благодарны. Сегодня мы получили не только благотворительную помощь, но и в виде материальных ценностей, но и надежду для детей, надежду на их благополучие. Потому что каждый наш ребенок хочет иметь те же блага, которыми располагают дети в обычных семьях. Поэтому нам очень приятно получить такой сертификат. Хочется пожелать всем сотрудникам вот этой торговой сети, чтобы все отданное сегодня детям вернулось им завтра, ну, наверное, в троекратном размере. Бытовая техника, велосипеды, теннисный стол, самокаты и игрушки. Этот год для детского дома с самых первых дней стал насыщенным и на сюрпризы, и на внимание спонсоров. Сегодня здесь воспитывают 44 ребенка. Подарить чуточку тепла им может каждый. Мария Пересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова